Приветствую вас. Ну, вы знаете, для начала, мне кажется, нужно определиться с тем, чего вы хотите, вообще, для себя, сами. Что вам нужно? Чего вы желаете, вообще? То есть, нужно, чтобы вы определились со своей целью. Как быть, чтобы что? Если сохранить семью – это одно. Если обеспечить себя и детей – это другое. Если промотивировать мужчину на то, чтобы он зарабатывал – это третье. То есть, тут вот нужно определиться с целями, в первую очередь. Второе, о чём я хотел бы сказать вам – это то, что мужчина не работает, потому что у него нет символов. То есть, вы поймите, что мужчина по своей природе вообще существо крайне ленивое. Крайне-крайне-крайне ленивое существо – мужчина по своей природе. И если можно чего-то не делать, то будьте уверены, что мужчина не будет делать этого. Чем бы, чем бы оно не было, чем бы оно не было, чем бы оно не являлось, мужчина не будет этого делать. Поэтому здесь нужно, в первую очередь, обратить внимание на себя. На себя. На себя. То есть, как я допустило, что мужчина три года не работает. То есть, его обвинять как бы можно, конечно, его обвинять, можно. Ну, только смысл в этом. Да? То есть, как бы, ну, а какой смысл обвинять человека? В чем-то? Ну, вот, например. Суть в том, что он, допустим, не работает. Ну, обвиняете вы его. Ну, а дальше что? Что? Ничего не меняется, вы все понимаете? Сами, да, наверное, понимаете? Что… Как бы меняется… Только ваша не удовлетворенность. По факту. И все. Поэтому здесь, мне кажется, чем быстрее вы возьмете на себя личную ответственность, ну, тем будет лучше для вас. Вот. Потому что это позволит вам стать свободной от него. Конечно, да, есть дети, безусловно, это такой фактор, я бы сказал, усложняющий все. Но в данном случае ничего не поделать. Мужчина, он не делает чего-то только потому, что у него нет никаких и никаких мотивов для этого. А вот вы своим поведением как-то его к этому привели. Я не говорю обязательно, что вы виноваты. Вот. Вот. То есть, как бы… Цель обвинить вас… Ну, для меня не стоит, не стоит… Такая цель. Именно обвинить вас. Моя цель, она, скорее, несколько в другую. Моя цель, она в дом, чтобы вы взяли на себя личную ответственность за то, что происходит. Вот. И… Перестали ждать, что мужчина решит ваши проблемы. Вот. И… Вполне возможно, что именно это и привело вас… По итогу… К тому, что… Ну… К тому, что сейчас вот… В данный момент… Происходит. С вами. Да? Вот. Если у вас есть к нему чувство, если у вас есть к нему уважение, если у вас есть мотивация быть с ним, ну, допустим, дети его любят, там, что-то ещё такое, то, конечно, в таком случае держите курс на… На… На мотивацию… На мотивацию человека. Держите курс на… Мотивацию мужчины. Вот. Чтобы он всё-таки… Что-то… Что-то делал. Вот. То есть не просто ждать, когда… Он… Начнёт. Да, а именно, вот, именно самостоятельно данный момент приближать, вот, а, значит, понятно, да, о чем идет речь, я надеюсь. То есть, для вас это принципиально, ну, принципиально, значит, имеет, по идее, по идее, то, что происходит. Вот. Если чувств нет, если уважения к мужчине нет, то лучше будет, если вы от него отдалитесь, вот, потому что за его такой вот пассивной позиции относительно работы могут скрываться какие-то более серьезные проблемы. Вот. И все это может влиять, в том числе и на вас с детьми, что, как вы сами понимаете, неприемлемо абсолютно. То есть, сядьте и подумайте, что лучше для вас и для детей будет. Вот. Если дети у вас, ну, уже достаточно взрослые, да, чтобы говорят мнения, спросите их. Вот. То есть, лучше будет, если вы максимально честный с ними будете, максимально честны будете с ними себя вести. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Но в целом, в целом, я должен сказать, что именно вот та постановка вопроса, которую вы ведете, это постановка вопроса, к сожалению, жертвы. Это постановка вопроса, к сожалению, жертвы. И по опыту я могу сказать, что если вы не измените своего поведения, то мужчина своего поведения не изменит точно. Поэтому вам вот это вот нужно обязательно запомнить. Тому как других вариантов просто нет. Три года это срок достаточно большой. Отдельно мне бы хотелось, конечно, уточнить. У вас, вот, вы задаете вопрос вроде бы в раздел психологии, да? Вроде бы, ну вроде бы в раздел психологии вы задаете вопрос. Но при этом информации даете очень мало. О себе, о мужа или о мужчине, скажите, или не знаю, кто он вам. Вот. И не совсем понятно, с чем это связано, Ольга. То есть если вы обращаетесь к психологу, то информации, ну информации нужно бы, нужно бы побольше. То есть побольше информации именно о, ну, субъективной стороне вопросов. Почему мужчина так себя ведет? И почему вы позволяете ему так себя вести? Я думаю, что эти вопросы важно будет в любом случае прояснить, если вы серьезно настроены на то, чтобы ситуация разрешилась. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...